Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Нового Киров-леса в Кировской области не будет. Так в Рио губернатор Александр Соколов высказался во время своего выступления перед депутатами, руководителями органов власти, предприятий и организаций региона. Одной из тем, которая попала в выступление, стала переработка леса. Соколов отметил, что в Кировской области 16 миллионов кубометров расчетной лесосейки. При этом многие участники рынка жалуются на нехватку сырья. Цитирую. «Предположу, что желание зарезервировать лесной фонд за очередным государственным монополистом стало причиной искусственного дефицита», – сказал Соколов. и заявил, что попыток вновь создать Киров-лес, из-за которого было заведено громкое уголовное дело, в регионе не допустят. Соколов отметил, что в оборот должно быть введено максимальное количество лесных участков для освоения. При этом, по его словам, приоритетное право должно быть у тех, кто лес перерабатывает, тех, кто зарегистрирован в Кировской области и несет социальную ответственность перед жителями своих районов. В Кирове опубликовали список мест, где нельзя продавать алкоголь. Всего их 1280. Это территории, которые прилегают к определенным организациям и объектам. Медицинские, образовательные учреждения, спортивные объекты, вокзалы, аэропорты, объекты военного назначения, крупные заводы, комбинаты Кирова и так далее. На территории рядом с ними теперь запрещено продавать алкоголь не только в торговых точках, но и в заведениях общепита. Постановление об этом было подписано исполняющим обязанности главы администрации Кирова Вячеславом Симаковым и опубликовано на сайте мэрии. Документ также обязывает органы власти ежемесячно направлять в Департамент экономического развития информацию об открытии или закрытии организации и объектов, нарушающих запрет на реализацию алкоголя. В Кирове за 180 тысяч рублей запустят часы обратного отчета до юбилея. Таймер начнет работать 1 сентября. Именно с этого дня до 650-летнего юбилея города останется 650 дней. Установят часы на театральной площади. Событие состоится в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Знаний. Об этом сообщает портал «Источник онлайн» со ссылкой на слова зампреда областного правительства Андрея Маури. Празднования, поопубликованные на портале госзакупок информации, обойдутся городу в 750 тысяч рублей. Закупка часов тоже уже состоялась. Их купили у единственного поставщика за 180 тысяч рублей. Размер часов 2,5 на 2,5 метра. Установят их на фронтоне сцены на главной площади города. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 36 копеек. Евро 59,96. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова